Сейчас включу в себя немножко вокал-коуча, и могу сказать, что свобода вашего тела и свобода ваших движений напрямую связаны со свободой вашего звука и с полётностью звука. Поэтому, если вы хотите красивый звук, нужно расслабиться. Если честно, я сама уже сильно-сильно жду 100 тысяч в ТикТоке, поэтому если вдруг вы ещё не подписаны и хотите сделать мне приятно, то перейдите, подпишитесь, если вам понравится контент. Если не нравится, не подписывайтесь. Вы можете посмотреть. Отлично отношусь. Деревня топ. Пишу. Всё будет. Честно сказать, не надоело. Наверное, потому что мы на дистанционке, и нет такой атмосферы учёбы, поэтому не надоедает. Но Новый год сильно жду, и сильно жду каникул, и сильно жду закрытия сию. Если будет фидбэк, то можем устроить что-то такое. Я не устраиваю никакой гивэвэй, не разыгрываю машины, там, 12 айфонов или ещё что-то. Это могут быть просто чисто символические подарки для того, чтобы сделать друг другу приятно, поднять новогоднее настроение или что-то ещё. Короче, если... Новый год я всегда встречаю в кругу семьи, и в этом году также в связи с карантином особенно не хочется идти в какие-то общественные места, поэтому мы сидим, кушаем, смотрим поздравления президента, загадываем желания и встречаем Новый год. Да, я очень люблю новогоднее время за то, что можно дарить подарки, и, конечно, я буду дарить подарки своим родным и близким, но также я думала, возможно, что-нибудь подарить вам. Было бы вам интересно поучаствовать в каком-то розыгрыше от меня новогоднем. Я даже не пробовала их подсчитать и не собираюсь. Это просто самая моя любимая и удобная вещь в гардеробе. Особенно люблю толстовки. Больше, чем свитшоты. Но свитшоты тоже. Поддерживаю общение со всеми. Это очень мило. Я ни в коем случае не заставляю вас со мной фотографироваться. Просто если вы хотите, то подходите, спрашивайте. Я не кусаюсь, поэтому в следующий раз обязательно сфоткаемся. Я желаю удачи всем ребятам и сильно болею за Никиту и Ангелину Белецких. Хочу вас попросить, пожалуйста, будьте добрее в комментариях. Не нужно лить весь негатив на детей. Все будет классно. Не то чтобы любила или не любила, но если надо, то надо учить. Я не знаю, одна ли я такая, но я там с 5 по 7 класс писала стихи на листочке, клеила их на стены где-то в квартире и проходила и вспоминала. Спасибо, много комплиментов по поводу бабочек. Они мне тоже очень нравятся. Я отмечу здесь ребят, которые прислали мне это колье. Оно очень нежное, лаконичное, и я очень рада, что много под что подходит. Поэтому, если вам интересно, приходите, смотрите. Оно сейчас в тренде. У меня такого не было никогда. Я не представляю, при каких обстоятельствах можно просто познакомиться с человеком на улице. Просто подойти и сказать «Привет, как тебя зовут?» Не знаю, у меня такого не было. Я не знаю, откуда у вас такая информация, но мне кажется, что в 21 веке люди должны были уже давным-давно понять, что не всё выставляется в Инстаграм. И не всё, что выставляется в Инстаграм, это правда. Есть то, что вы не видите. В общем, пока я жду своей пары по актёрскому, которая уже третий раз переносится на 10 минут, я решила поотвечать на ваши вопросы. Так что вот окошко. Задавай. Это сториз сейчас специально для подписчиков моего Телеграм-канала, которые вчера переживали за то, что я замёрзла, потому что я дурочка в минус пять. Но дело что с подкатами сегодня, я исправилась. Всё. Уйдём. Честное слово. Обесратись. Ехать из центра Киева в кончу заспу. Ну, блин. Не по пробкам ехать 20 минут. Я уже еду. Годину. 20. Вместе я же не доехала. Мне пишут по навігатору, что мне ехать еще 50 минут. У меня зйомка в шостях. Это просто треш. Вы бы знали, как сел туалет хочет. Как сел хочет. Ничего не было сбоку. Ни заправки. Ни куда навіть ходить. Хоть берегу машину и... Иди пешком. Вот что вы, води, робите в таких ситуациях? Ну, человеки еще, может, догадываетесь. А, жёнки? Нога постоянно на тормозе. Парктроники пищат. Как и я. Судороги хватают. О, мурашки по коже бегают. Как там это закончится? На 6 часов съемка я ничего не успеваю. Уже 16... 18.06. А мне ехать еще сколько? Где-то минут 50. Вы уже сдогадались, что у вас чекает? Классные фотки булы. Тебе не шкода. И так далее. А я просто думаю, что ваши комментарии и... Вы такие смешные, потому что что за ерохи-то такие? Что это булы? Это то, что я думаю. Монетика. Теперь запишу версию на русском. Мне капец, как интересно смотреть ваши комментарии, что вы пишете. Так как сейчас я даю маленькие подсказки и выставляю мои видео. Поудаляло все посты. В общем, чтобы... Я же говорю, что жесть, что творится на улице. Бедная. Капец, как интересно за вами спостерегать, что вы пишете в комментариях. Когда я выставляю мои маленькие видео, поудаляло все посты, все фотографии. И вы просто... Что ты? Наверное, что это сделала? Я желаю удачи всем ребятам и сильно болею за Никиту и Ангелину Белецких. Хочу вас попросить, пожалуйста, будьте добрее в комментариях. Не нужно лить весь негатив на детей. Все будет классно. Ваше внимание не переходило на них, а только сконцентрировалось на вот этих новых маленьких видео. И, блин, это так интересно. Вы пишете, что это за иероглифы? Что это будет? Это что так? Боже, люди падают. У меня в конкурсе. А в каком? Узнайте ниже. Всем привет, ребята. У меня для вас очень важные новости. Прям сильно важные. Обязательно свайпайте вверх. Узнайте о моей новой песне и вообще о моей дальнейшей жизни. А также будет, мне кажется, очень актуально для вас, если вы хотите выиграть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!